Две минуты, можно по минуте. Проблемные вопросы. Можете озвучить то, что уже сделал, если это не секьюрно, потому что у вас такой достаточно внутриковый закатон. Может быть, команды другие подскажут или зададут правильные вопросы? Не, не надо. Не? Не надо вопросы? Нет, я ему говорю. А, я понял. Зададут вам вопросы, вы услышите что-то и как раз скорректируете сами свой вектор движения. Никто не против? Поднимите, кто против руки. Не против, да? Я говорю, срез по минутке, по полторы сделаем. И да, а что нет? Чтобы увидеть вопросы уже от людей. Ну, я, может, с ЦВ почать? Что мы делаем или устно? Не, не, устно, что уже реализовали то-то, движемся туда-то, выглядит так-то. Команды спросят, а что это? Ага, и понятно, что вся ночь впереди, еще успеем взять. А то, Андрей хочет начать. Все во внимании. Цель минимум достигнута. У нас есть визуальный фототип. Мы сейчас будем работать над тем, чтобы он еще и день не принимал. Так что у вас? А, вертопер-лендинг. Вот так, на угрозе. Вот. И... И... Я не знаю. Я не подсоединял ноту к экрану, но сейчас кликается. Что это на у вас сигнал? Проходит как функция... Выключить. Взять деньги в долг, прототип. Дать деньги в долг, есть профиль, есть подтвердить, отклонить заявку, ордер-бук и так далее. Так что на завтра мы постараемся допилить принятие денег и принести первую транзакцию. То есть, короче, там вот за тем столом раздавали по 0.02 биткоина. То есть можно сейчас через твое приложение уже забирать эти по 0.02, а саккумулировать хотя бы в какую-то адекватную сумму. Ну да, ну вы можете их дать в долг. Ага. Кто готов давать биткоины в долг? Вот. Какие-то вопросы есть? Кто-то... Ну, понимает вообще что-то? Я просто слышал, что они делают. Все понятно, все красиво. Вопрос стандартный. Это легально? Это технически работает. А легально подтянется. Технически я верю. Спасибо. Вам что-то непонятно в этой жизни сегодня? Что-то хотите от публики? Или у вас все впереди? Да. Какие минимальные... Человек нулевого уровня, то есть непроверенный, да? То есть сколько можно ему позволить, система позволяет взять в этот... Я понял вопрос. Хороший вопрос. Вопрос в том, какой максимум подложенных денег человеку с долгым рейтингом. Поскольку у нас минимум была на эти выходные визуальный прототип системы, у нас сейчас бэкэнда и, соответственно, скоринговой системы нет. Скорее всего, это будет не больше, чем одна десятая бюджетка у нас. Это так, от фонаря название. Которые продают отсканированные, копии отсканированных паспортов, там каких-то личных, это к тому, что машины могут воспользоваться. Знаете, вот я слышал, где-то кто-то перепродает, и вот, соответственно... Так ты хочешь купить, а за биткоины продам? Да, есть такие сервисы, я их не знаю, я ими не пользовался сразу. Зря. 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 Ага. Ответил? Да. Еще вопрос? Только паспорта не купим? Чи не купим взагалі нічого из такого шоу? Это вопрос от одиннадцатого тройного проекта. Я понял, да. Давайте мы этот вопрос обсудим через клуб. А, все ж таки обсудим. Нет, ты же сейчас в онлайне. Хочешь обсуждать через клуб. Открытые данные прежде всего. Можно ли купить паспорт в Украине? Да, мы ответил. Это формат другого хакатона, я думаю. И не этого помещения. Да простит нас Майкрософт. Можно, но я не знаю как. А что ли? Так, кто следующий? У кого уже есть вектор движения по вашему проекту? Ты же, ты обратную связь можешь получить. Я ж все могу. Итак, вечер добрый. В общем-то, начну с того, что мы делаем. Мы делаем бота на Telegram. Которого можно добавлять в чат. И которому можно из чата попросить создать под эту группу. Создать под эту группу биткоин кошелек. Дать всем пользователям доступ к этому кошельку. И позволить пользователям совместно управлять этим биткоин кошельком. Так, минутка каламбура. Мы сюда приехали, чтобы искать разработчиков. В итоге получилось так, что разработчиков здесь не нашли. В итоге сейчас работаем с разработчиками. И с Харьков удаленно здесь. В общем, эпично как-то. И так, мы в принципе настроили сам бот. Настроили список команд ответов. Сейчас идет процесс интеграции с биткоин сервисом. И завтра мы планируем уже получить возможность добавлять пользователей. Давать пользователям из группы доступ на управление этим кошельком. И позволить пользователю, любому пользователю из этой группы отправить с этого общего кошелька средства. Как-то так. Телегально? Нет. Нет, конечно. Дай ты два. Спасибо, кто следующий. Я сегодня за ведущего как бы. О, я знаю, кто следующий. Не, не за ведущего. А я сейчас... Что, вопросов понимаю, я не верю? Нет вообще. Всем все ясно, все доброе. Они все знают, что такое Telegram? То есть все понятно. Человек правильно идет. Вы в него верите. Конкурентам надо всегда верить. Почему Алан Маск расшарил от Теска все эти машинки? Ну, смотри, потенции. Потому что он говорит, сделать мне, пожалуйста, конкурентную среду. Потому что моя Тесла теперь одна, потому лучшее. Правильно? А еще раз кратко объясните. Одним предложением. Одним предложением, что вы делаете? Одним предложением. Общий кошелек в Telegram. Это для клипов? То есть люди едут на клипы, они хотят жарить какие-то экспенсеры? Это пять друзей собралось куда-то поехать вместе. Им нужен общий сюжет, чтобы убивать друг друга. Ну, в принципе, классно. То есть у вас есть конкуренты куча. То есть у них сейчас подходы у всех конкурентов, это что все тратят свои деньги, а потом они, конкуренты, максимизируют, ну, сделают так, чтобы деньги друг другу передали. Ну, ваш подход тоже интересный, тоже классный. Вот. Если еще подпишите какой-нибудь MasterCard, вам предоставят услуги, чтобы это было в кредит, а потом они просто пробили или этот самый ребят, то очень интересно будет. Да, и СБУ тоже бы подписалась, чтобы потом кто-то не расплатил и сразу. И контакт, и приват, и сразу перекупил бы кредит сами. Подкорпилось. Потому что я сам знаю, что когда ты куда-то едешь, ты за кого-то платишь или что-то за тебя платишь, и потом вместе сами ходишь и требуешь отдать мне деньги. Дверь не ломает. Нет, не ломаем объект. Он правильно сказал. Сначала скидываются все, это как крауфандинг среди друзей. Сумма накопилась, едем в Турцию все вместе. Ну, я ему говорю, что если он попросит MasterCard давать им кредит, то в принципе они могут в кредит это делать, а потом все оплачивают. Потому что так непонятно, по сколько скидываться, а если кредит, кредит по кредиту пришло, это самый Payments и все. О, смотри, я тебе придумал амортизацию дальше. Это следующий этап. Да. Скидываемся все по 100 баксов. Едем в Турцию, там не хватает буквально 20 на всю толпу. А если мы уже ездили, то тогда у нас кредит на меня развивается. Кредит на линии. Кредит на линии. Подожди, предыдущий же кредит не это самый. Вот он вам даст кредит. Я тут. За ту роль. Вот кредит съездите в Турцию, а потом все его вернут. Нет, нет, должен расти рейтинг сначала. Вот когда эта компания съездила пять раз, 50 фактов не страшно. Через год объявление на столбах, накручиваем рейтинг в Мидосе. А тут, если мы поднимаем вектор кредитов, тут начинается стартап. Чи проект, проект. У тебя не стартап, у тебя уже наоборот проект. Уже за стартап. Я тут единственный, майже, выполнил задачу, которую поставил на начале. Ты же помнил задачу? Забрав. Он. Назву я майже придумал. Проект трудный. Назва майже есть, там еще девочки незразумево. Но я бачу, таки вы працюете тут. Да? Кто працюет? Ты працюешь? О, моя команда. Буду сел. А как в классическом теме говорят, кто не работает, тот ест. Майже, как Майкнал 2004. Вот. Короче, мы очень сильно втомились для того, что ничего не делали. И плануем продолжить этот марафон в ночи. Тут две плазмы. Автепатия. Автепатия, да? Чи все додому идут? А как же додому или как же я сапаю? Стрибці ладобовы, и вам будет соревно, а еще вы сюда не попали. Будете дома сидеть, дивиться, а потом заснет где-то. Будет не прикольно. Так что давайте. Кто там еще нагреть нас за демон проекту? Вот вдруг у тебя больше будет этих соучредителей, инвесторов. Своим инвестором. Так, гроши мне ничего еще никто не принес, а вы, якщо хочете, я можу открыть вам кредитную линию. И вы мне будете сразу просто выйти. Или кошелек открыл? Вообще нет. А я открыл уже. Не было у меня до этого. Да есть мне твой фон с кошелеком? Если я там могу 0.2 биткоина. Все. Минута троллинга от Анто есть. Все это. Кто еще? Кто? Кто? Роман. Давай. Что уже реализовано в том проекте, который ты заявлял? Десятый. Десяточку. И что вдруг хочешь реализовывать? И почему не будешь спать? Что тебя мучает? Я просто расскажу, зачем нужна финансовая грамотность. Потому что один человек сказал кредит. Другой сказал сплит экспенсис. Это все хорошо. Но если люди будут знать базы, финансовые базы, то вы не сможете им объяснить, что такое кредит. Поэтому наш проект – это финансовая грамотность. Мы онлайн-платформа для выбора лучшего медиаконтента на основе рынкового механизма. То есть рынок медиаконтенту. И это дает возможность активной аудитории научиться основам деятельности на финансовом рынке. И стать инвесторами. И также они дают возможность создавать контент. Ой, а что? Мы хотим так? Да. Ну все. Придется по полной. Вот. А что, и так можно было? Да. Я даже не знал, не готовый. Все, у нас все два биткоина и твои две плазмы. Так. При этом, эти инвесторы, они также финансуют контенты мейкеров. И тем самым они створяют для себя хороший контент и для других. Ф-11. Не надо, Ф-11. А то я поднимаюсь. А это звук. Так, презент. Презент. Так. О, они сейчас правы. Коротенько. А музыка есть? О. Это уже на ютубе. Это этап подачи. Учнейший. Спочатку. О. 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 О, О. О. инвестировать так, чтобы выигрывать все время. И сейчас она все время выигрывает, потому что другие игроки еще не поняли, как правильно инвестировать. Она уже поняла, и за счет этого у нее плюс удача, наверное. Это типа Форекс, так и не Форекс. Финансовый рынок. Это ты уже куча конфетиков оставишь. По твоему продукту. Это про девочку тебе рассказывать стоит. Твой продукт где? Что тебе помочь подсказать? Вот у тебя в аудитории людей сидит, которые могут спросить какие-то вопросы по твоему продукту. По моему продукту мне интересно, как людям лучше обучаться. Как вот, чтобы вместо двух месяцев. Они это показывают. Ты показывай текстовый контент, видеоконтент, папа, что ты даешь, что за этот Форекс. Это аналитика уже. На этом форекс мы работаем над обучающим. Мы только заметили, что она так работает. Это наша модель. Это наша гипотеза. Мы сейчас на этом форекс проверяем эту гипотезу, что она обучилась. И мы... Где рабочий продукт? Что ты даешь людям? Твой продукт сам. Продукт. Сайт. Сайт. Покажи. Покажи. Мах. Я наверное понял, что вы хотите от меня. Вот тут надо украть. Поменять название хоккозона. Вот так. Если кому-то интересно попробовать, заходите, пробуйте, старайтесь. Удачи. Все. Хорошо. Окей. Еще раз рассказать про свой проект. Крома, а что вы делаете? Еще раз попробуем. Как вы в результате хотите добиться? Как вы собираетесь сократить срок обучения вот этого человека? Да, где продукт, где? Ну, у нас есть профессиональный педагог в нашей команде. Лена, у нас есть профессиональный педагог в нашей команде, который работает в университете. У него есть опыт по обучению иностранных студентов украинской мовы. И, соответственно, у нас есть опыт для того, чтобы решать эту задачу. Что вы сделаете за ночь? Я не знаю, что мы сделаем за ночь. Сейчас мы проводим опросы среди наших инвесторов, чтобы как-то помочь. Первый проект — это успешные инвесторы дадут краткие туториалы для всех инвесторов, как они инвестируют. Один из продуктов за ночь — это будет туториал от наших самых успешных инвесторов, как они выбирают, куда инвестировать. Они, может, подтвердили, что они не причинают? Ну, вот один человек подводил, а почему будут? Слушай, я бы, как успешный инвестор, брехал бы и сказал все на впаке, чтобы они сделали на впаке. Да, вот, Александр, через время практикационных, ты можешь средств делать, что улучшить в твоем продукте. Продукты у тебя есть. Значит, тебе надо целевая аудитория в финансовом секторе, которая тебе подскажет. Вой, наконец-то помогут для себя, землотоксойтный ночь. Хорошо. Подойдешься, еще раз мне объяснишь. Нет, это уже за деньги будет консентрация. Какой? У тебя стандартная такса, я понял. Нет, там совсем мало дали. Две сот, две тысячные дали. Так это тебе. То есть, тут так мало кинули. Кому, кто, кто хочет еще получить какую-то консультацию? Биткоин? Да, биткоин. Да нет, они раздают деньги просто так. То есть, все остальные, все нормально, с продуктами движемся вперед, да? Приехал Виктор, кто хотел с ним пообщаться? Да. Вот, у тебя есть время, потому что он опять скоро уедет. Вот, у кого биткоины в России, так это, наверное, у Виктора. Вообще его поймать тяжело очень. Так что, все. Можешь. Всем спасибо. Здравствуйте. Все? Те, кто получить средств хотел от публики. Не, это очень, ну, правильно. Это же как он для этого делает. Да, давай, давай. Ну, на самом деле, вот этот человек послушал, что он делает. Я сегодня безапланированно здесь оказался. У меня площадка в интернете для организации и... Можно организовать какой-то банк, в котором будут аккумулироваться определенные средства. И, в моем случае, это могут быть, например, средства для решения той или иной задачи малого или среднего бизнеса. Или это может быть перечень, набор каких-то стандартных задач для решения текущих вопросов предпринимателей и учредителей более крупного бизнеса. Поэтому, в принципе, с удовольствием высушу, как бы, критику. Вообще, возможно ли такое создать? Как может малый средний бизнес это воспринять? Потому что, по сути, это получается тот же общак. Вот. Если он не будет иметь целевого назначения, то, скорее всего, такая функция будет не излишней. Я подумал то, что ты показал. Смотри, ну, если ты хочешь нормальный фидбэк, завтра будет только в пич больше людей. Сейчас сделай за ночь, день завтрашний презентажку, только конфетику. Сейчас поняли, что человек говорит? Нет, не поняли. Я тоже вот. Сейчас я не понял. Когда ты показываешь, понятно, но попробуй, вот, походи по людям, тот, кто умеет. Вот эта команда умеет презентации делать на хакатоны и вообще. Ну, по крайней мере, они могут представить, что надо показывать. Вот. Если тебе инвестор нужен или просто пользователя звонить, возьми, открой комп и завтра до пича сделай. Презентажку, что ты продаешь, что есть твой продукт. Не надо сейчас навешивать какие-то. Вот ты говоришь, малого, среднего площадка объединения. Соедини эти слова в смысловую цепь. Постой, завтра покажешь, и тогда люди зададут вопросы. Зачем я площадке? У тебя будет вектор, куда дается дальше. Если хочешь, монетизировать. Где? Где-то там. Где-то там. Кто еще? Проект закончился. Мы также по поддержке. Мы поддерживаем тех, тех и тех. А то выходят деньги. Так, ну шо, тогда продолжаем работу. Кто надо сейчас вставить? Я могу без микрофона. Раз, два, три. Не спи, прямой эфир. Не спи. Ты про спонсори мне сказал? Надо? Да. Дайте мне подсказку. Спонсоры у нас те же самые остались. На сайте они все есть. На каком сайте адреса? Наши спонсоры... Откуда ты трансформироваешь? Заходим на хакатон.финтеквик.инфо. Смотрим спонсоров. Лайкаем, подписываемся на канал. Тут. Так устали все вообще. Кофе что ли?